За время правления Грузии Василием Жаванадзе республика превратилась в оазис сытой и красивой жизни. Самый сладкий регион Советского Союза. Здесь царили совсем не советские нравы. Люди имели автомобили, добротные дачи, дефицитную импортную мебель. У рядового жителя Грузии на сберкнижке лежало минимум тысяча рублей, у многих тысяч 15-20. В ресторанах Москвы и на дорогих курортах гости из солнечной Грузии были любимыми клиентами. Денег они не считали, гуляли широко. Наши граждане думали, что свое несметное богатство грузины зарабатывают на торговле фруктами и цветами. На всех советских рынках действительно было много колоритных персонажей в огромных кепках, кующих состояниях на гвоздиках и розах. Но на самом деле способов заработка огромных денег в Грузии было очень много. И все они были налажены в эпоху правления скромного и мягкого человека Василием Жованадзе. Хрущев, который стал хозяином Кремля после смерти Сталина, искал на высокие посты по всей стране своих людей. Бесконфликтных, исполнительных и управляемых. И таких катастрофически не хватало. Взор Никиты Сергеевича в какой-то момент упал на мелкого военачальника Василием Жованадзе, проходящего службу в Харькове. И Мжованадзе усадили на трон в Тбилиси. Сначала первый секретарь грузинской ССР Василием Жованадзе был очень предан Хрущеву, своему отцу и благодетелю. Но отношения испортились в 1956-м, когда в Грузии прошли массовые стихийные демонстрации в защиту доброго имени Иосифа Сталина. На улице вышло 20 тысяч возмущенных граждан. К фронтовикам присоединились студенты, которые кричали «Слава Сталину! Слава Ленину!» и написали в Москву письмо с требованием сместить Хрущева и назначить вместо него Вячеслава Молотова. Хрущев считал, что восстание подавили правильно, чтобы не повадно было. А для Мжованадзе гибель людей, среди которых было очень много молодых, стало концом хорошего отношения к Хрущеву. Это была для него очень тяжелая трагедия, личная трагедия. Прошли годы. Им Жованадзе поддержал участников заговора, которые свергли Никиту и усадили на трон Леонида Брежнева. И при дорогом Леониде Ильиче Грузия окончательно закрепила за собой пальму первенства по количеству миллионеров, коррупции и теневых производств. Жена первого лица республики Виктория Федоровна сделала цеховиков главным источником денег и бриллиантов. И больше всех привечала Атари Лазешвили, который раз в месяц приводил к ней ювелира, который радовал алчную первую леди новым украшением. Для нее, конечно, бесплатно. В 60-е годы в Грузии наблюдался невероятный рост промышленности и сельского хозяйства. Можно сказать, что это была своеобразная свободная экономическая зона, жить которой по собственным правилам разрешил еще Сталин. Он издал указ о развитии здесь артелей и потребкой операций. И в отличие от других республик Советского Союза, в Грузии на каждом углу ковали состояния мелкие и крупные частники. В потребкой операции трудилась половина граждан. И в Грузии ее никто не тронул. Она как была процветающей, так в Грузии и осталась. Золотой жилой для грузин стали цитрусовые хозяйства. Лимоны и мандарины считались в Советском Союзе символом достатка и большого праздника. И те, кто их выращивал, становились миллионерами за пару-тройку лет. Фактически Грузия стала, ну, практически монополистом в поставке этих продуктов на этот колоссальный советский рынок. При этом директора производств и начальники артелей занижали свои показатели, показывая государству лишь часть полученной продукции и львиную долю сбывая налево. Будь то овощи, фрукты, вино, обувь или другие товары народного потребления. И хорошо было всем. И организаторам подобных бизнесов, и рядовым участникам процесса, которые получали минимум в два раза больше, чем такие же работяги в среднем по стране. Еще одним источником огромных денег для предприимчивых граждан в Грузии был чай. И долгое время он был здесь просто выдающегося качества. Работа на чайных плантациях шла даже во время войны. И за грузинский чай на международной бирже давали большие деньги. Но при Брежниме, когда люди перестали бояться тюрьмы и расстрела, захищения социалистической собственности, с грузинским чаем стали происходить различные неприятные метаморфозы. Пропали его волшебный вкус и запах. Потребителям было понятно, что в коробочках, на которых стоит первый сорт, намешан и второй, и третий, а то и четвертый. Из одного килограмма отборного чая фабрика делала три. Два из которых шли налево. При этом Грузия рапортовала, что способна на полное импортозамещение. Не нужно тратить валюту на индийский чай. Мы обеспечим всю страну грузинским. В конце 60-х годов Госплан СССР выделил большие деньги на развитие чайных плантаций и строительство чая-развесочных комбинатов в Махарадзевском районе. В дело не пустили и половины государственных денег. Распил по тем временам запредельно наглый. Накопление капитала произошло очень сильно в грузинских вот этих цеховиков. И они стали швыряться деньгами в Москве, в Питере, везде. Вышли на такой вот уровень, когда они стали покупать партийных чиновников. Они стали покупать правоохранительные органы. Они стали работать с Тамбовской группировкой. У них была очень сильная своя грузинская группировка. Виктория Мжеванадзе была одной из самых богатых и влиятельных первых леди Советского Союза. И это она и ее тяга к обогащению толкали ее высокопоставленного супруга на сделки с совестью и криминальным миром. Со страстью супруги Василия Павловича Мжеванадзе к бриллиантам ходили легенды, и даже о ней было поведано иностранной прессе. Случилось это после визита в Грузию иранского шаха Пехлеви и его супруги императрицы Фарах. Царская чета побывала в Лондоне в гостях у королевы Великобритании и на обратном пути приняла приглашение первого секретаря ЦК Компартии Грузинской СССР, который устроил в честь них роскошный прием. Вернувшись на родину, императрица Фарах рассказала журналистам британских изданий, что до сих пор находится под сильнейшим впечатлением от драгоценностей Виктории Федоровны. Которая как жена шаха Пехлевиского лучше, чем королева Великобритании. Ей казалось, что положение супруга незыблемо. Но она ошибалась. Рядом с ним был человек, который его ненавидел и хотел занять его место. Министр внутренних дел Эдуард Шеварнадзе. Шеварнадзе начинает собирать компромат. День за днем он следит и копит сведения о роскошной жизни супругов Мжаванадзе. И в его поле зрения сразу же попадает самый одиозный и богатый грузинский цеховик Атари Лазишвили. Викторию Федоровну Лазишвили купил за бриллианты. А вот главу республики раз и навсегда сразил подарком, который он, как выразился, сделал всему грузинскому народу. В 1964 году Атари Лазишвили привел тбилесское «Динамо» к титулу чемпиона Советского Союза, бросив на содержание команды огромные личные средства. И вот Атари был тем человеком, который мог провести такую операцию и сыграть на престиж всей республики. И Шеварнадзе шаг за шагом подбирался к Лазишвили, собирая информацию о его подпольных заводах и связях с ворами в законе, взятках и всевозможных преступлениях. Белый Лис имел огромную поддержку Щелокова и при этом умудрялся поддерживать прекрасные отношения с его вечным конкурентом Андроповым. Он собирался грохнуть на стол московских силовиков пухлое дело о страшной грузинской коррупции. В свое время первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР Василий Мжаванадзе вытащил Шеварнадзе наверх и продвигал комсомольского вождя по номенклатурной лестнице. Ему понравился этот молодой человек, довольно решительный, с горящими глазами, довольно талантливый. И он начал его двигать. Он сначала выдвинул его на первого секретаря комсомола, потом начал продвигать по партии. Постепенно Шеварнадзе дослужился до поста министра внутренних дел. И что же? В истории масса примеров, когда могильщиками учителей становились их ученики. Шеварнадзе долго копил компромат на главу республики и как-то во время совместного ужина заприметил на руке его супруги роскошное кольцо с абсолютно криминальной судьбой. Этот бриллиант украли где-то в зарубежье, привезли в Советский Союз, не такой бедный, как многие думают. Кто-то из тех же, допустим, цеховиков его купил и, может быть, в знак благодарности надел на прелестный женский пальчик. И вот эта связь цеховики, бандиты и партийные органы очень сильно задели самого лично Андропова. Он вышел к Брежневу напрямую и согласовал с Брежневым снятие с должности Мжеванадзе. Брежнева раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он хорошо относился к Мжеванадзе. Его жена и дочь дружили с женой грузинского лидера. Не раз принимали от нее дорогие подарки. С другой стороны, Мжеванадзе уже явно засиделся на своем посту. Слишком стар, пора менять. Главу грузинской СССР тихо отправили на пенсию. А взявший власть Эдуард Шеванадзе начинает зачистку Грузии от людей Мжеванадзе. Громко рекламируя себя в Кремле как главного борца с коррупцией в Советском Союзе. И вот здесь возникает вопрос, а хотел ли он действительно бороться с коррупцией? Понимаете, не было ли для него вот эта борьба с коррупцией, да, средством взобраться на грузинский трон? Первым делом он лично допрашивает главного цеховика республики Атари Лазешвили. Начал Шеванадзе с вопроса о подаренном жене Мжеванадзе Персне. Потом перешел на бизнес Атари и добил его тем, что органам известно, что Лазешвили еще торгует оружием. Это вообще по советским меркам, это жуть какая-то просто. Ну, я имею в виду в качестве обвинения. Ладно там подпольный цех, ну и что такое подпольный? Смешно. У нас полгрузии там подпольный, а вот оружие, огнестрельные, да еще праве дают куда-то, каким-то преступным группировкам. Это серьезное обвинение. Вернувшись после разговора с Шеванадзе домой, Лазешвили начинает сборы в Москву. В глубине души напуганного насмерть богача еще брежет надежда. Он знаком с генеральным прокурором Советского Союза и сможет договориться с ним, чтобы тот унял Шеванадзе. Положив в коробку 10 миллионов рублей, Лазешвили выходит из своего роскошного дома, садится в ожидающую его машину и едет в аэропорт. Он приехал к генеральному прокурору, а он понял, что надо спасаться. Каким образом спасаться? Надо ехать в Москву, значит, и договариваться. Но Лазешвили не успел поговорить с генеральным прокурором и предложить ему самую крупную в истории Советского Союза взятку. Во время ареста он повторял, что происходит ошибка, о которой вы пожалеете. Но голос его уже звучал просто жалко. На следующий день во время допроса он попросил себе ручку и начал писать признание, которое еле уместилось на 10 страницах. И только это помогло избежать ему расстрела. Главного грузинского миллионера отправили за решетку на 15 лет. В конечном итоге, не досидев 15 лет, он сошел с ума. Он вернулся от Тбилиси, он там ходил по улице в неприглядном виде, там его уже никто не узнавал. Нервы смещенного с постам Жаванадзе на пределе. Он понимает, что главная цель нового хозяина республики – это он и его жена. И Шаванадзе не успокоится, пока не увидит его за решеткой. Супруги очень любили Грузию и свой дом. Но понимали – старость им придется встретить далеко от дома. Шаванадзе устроил мощнейшую чистку. Он начал вычищать людей страшными темпами. Он убрал 20 министров, он убрал 44 из 60 секретарей райкомов. То есть головы летели налево и направо. Было несколько самоубийств, большое количество судебных дел и так далее. Леонид Ильич Брежнев и его жена приняли у себя супругов Мжаванадзе на подмосковной даче. Пили чай, как ни в чем не бывало. Старались о политике и перестановках в Грузии ничего не говорить. А в Тбилиси в это время в квартире беглого Мжаванадзе проходит обыск. Ценностей очень много. Целый склад мехов, дорогих антикварных предметов. В разных тайниках находят упаковки денег. Но нет главного. Коллекции бриллиантов Виктории Федоровны, которой завидовали королевские особы. Все свои бесподобные украшения, которые стоили миллионы рублей, Виктория Мжаванадзе успела вывезти в Москву. Когда мужчины остались без дам, Мжаванадзе пожаловался генсеку на Эдуарда Шеварнадзе, рассказав, что тот в своей жажде мести зашел уже слишком далеко. И это борьба не с коррупцией, а лично с ним. Суслов в какой-то момент сказал Шеварнадзе, что товарищ Мжаванадзе был достойным коммунистом, он и останется достойным коммунистом. Это был сигнал для Шеварнадзе, что нужно заканчивать с этим делом, и он, в общем-то, закончил. От Мжаванадзе он отстал, но за Грузию взялся крепко. Это была настоящая перестройка. Колоссальный передел всех бизнесов, должностей и лакомых мест. Аресты, суды, разоблачительные статьи в грузинской прессе. Когда-то теплая, сытая и комфортная республика походила на охваченный огнем гигантский улей. Зачищали бывших людей Мжаванадзе, которые находились на многих постах. За 19 лет он, так сказать, расставил своих людей по всей Грузии. Под предлогом борьбы с коррупцией их убирали, а на их место приходили еще большие коррупционеры. Шеварнадзе хочет славы человека, который делает невозможное. И рапортует о невиданных успехах Грузии в развитии промышленности и сельского хозяйства. Это время, когда грузинский чай окончательно превратился в сено, и были загублены грузинские вина. Мукузани, циррархули, то есть те любимые сорта вискобуани, сорта винограда, которые Сталин любил, и развивалась вот эта винная промышленность, она была при Шеварнадзе доведена до столового вина. На съездах в Москве Шеварнадзе уверенно обещал дать 110, 120, а то и 150 процентов плана. А в Грузии потом третировал директоров хозяйств, которые вынуждены были разбавлять вино водой и просто заниматься приписками. Некоторые главы районов и директора хозяйств пытались протестовать и открыто говорили о том, что не могут выполнить поставленный план, а приписками заниматься не хотят. В таких случаях на помощь приходили криминальные авторитеты. Причем встречу организовывал, как правило, представитель высшей партийной власти. Воры в законе могли договориться в Москве о снижении плана и просили за это 100 тысяч рублей. В Грузии все вопросы решались на троих. Руководитель низшего звена, его партийный начальник и начальник начальника, то есть вор в законе. В 1979 году вор в законе Джаба Иосилиани организовал и провел историческую встречу. В одном из ресторанов Кисловодска за стол переговоров сели грузинские цеховики и криминальные авторитеты, которые договорились, что отныне владельцы теневых бизнесов отстегивают им 10% от доходов. А воры в законе за это их крышуют и расправляются с теми, кто вздумает помешать зарабатывать деньги. Шеварнадзе обожал эффектные сцены и акции по борьбе с коррупцией. На одном из заседаний правительства он однажды потребовал всех поднять вверх левую руку и лично рассмотрел, кто какие носит часы. Оказалось, что у всех там огромные роскошные часы, совершенно необъятных размеров и необъятного количества золота на них было налеплено, и прекрасные кольца, браслеты и так далее, и так далее. После чего он достал свою руку, показал там часы завода «Слава», да, и, так сказать, приказал всем остальным часы сдать на благо Грузии. Ну, это чисто показательная вещь. Грузией правили воры в законе, и рассаженные Шеварнадзе в высокие кресла свои надежные люди, которые отличались от предшественников гораздо большими аппетитами. Коррупционная составляющая периодом Джавадзе была, по подсчетам специалистов, в два раза меньше, чем коррупционная составляющая пришедшего к власти Шеварнадзе. Но в Кремле Шеварнадзе казался очень эффективным руководителем, и в 85-м его пригласили в Москву. Сначала он был министром иностранных дел, потом стал членом политбюро ЦК КПСС, а после развала Советского Союза – президентом Грузии. И через несколько лет история повторилась. Из высокого кресла «Белого лиса» выбросил его ученик и бывший подчиненный Михаил Саакашвили, обвинив Шеварнадзе в коррупции ужасающего масштаба. Шеварнадзе повторил историю Межаванадзе, когда пришел его час уйти. Несмотря на несравненное соотношение весовой категории между этим крупным Шеварнадзе и, в общем-то, средней фигурой Шеварнадзе, тем не менее, и его час пробует. Субтитры создавал DimaTorzok